Всем тихой ночи! В документе под номером SCP-066 мы читаем о бесформенной массе ниток. Если потянуть за них, объект издаст одну из семи нот гаммы. Если сыграть более пяти нот подряд, объект произведёт неопасный аномальный эффект, обычно забавный, например, примет форму котёнка или съедобного предмета. Возможно, воспроизведёт какую-то музыку. Однако после того, как от объекта в ходе эксперимента попытались отрезать кусочек, его эффекты стали более опасными. Теперь он издаёт звуки, способные навсегда оглушить человека. В его камере содержания непонятным образом появляются агрессивные пчёлы. Также после инцидента с неудачным экспериментом, объект стал постоянно низким голосом звать некого Эрика. Но кто такой этот Эрик? Где-то в 90-е годы агенты SCP натыкаются на новую аномальную вещь. В здании старой начальной школы, которая готовилась к сносу, был найден калькулятор. На его корпусе выцарапано имя Эрик. Предмет проявлял сильные аномальные свойства, потому был помещен в камеру SCP-168. Главная необычная особенность была в том, что калькулятор мог общаться с сообщениями на экране. И судя по ним, был вполне разумен. Об Эрике разумный калькулятор не мог сообщить многое. Он лишь понадеялся, что Эрик когда-то вернётся за ним. А также был очень недоволен, что его поместили в помещении без окон. Фонд продолжил покрупиться собирать информацию об Эрике. Как-то раз некая коллекционерша винтажных холодильников наткнулась на интересный экземпляр. Настолько интересный, что из её коллекции он вскоре переехал в камеру SCP-683. На вид это был обычный старый холодильник 50-х годов с детским рисунком на его поверхности. Поначалу казалось, что его свойства только в том, что он всегда остаётся чистым. Как его ни пачкай. Но потом выяснилось, что в случае, если кто-то высказывается о рисунке пренебрежительно или вообще пытается его удалить, у него начинаются проблемы. Когда поражённый этим аномальным эффектом человек пытается есть любую еду, случайные части его тела начинают разрушаться, что сопровождается страшной болью. Когда таким образом разрушается не менее 420 грамм человеческой плоти, в холодильнике неизвестным образом появляется коробка для завтраков красного цвета, на которой чёрными чернилами написано слово Эрик. Внутри коробки находится немного еды из записка, с просьбой к Эрику быть хорошим мальчиком. Часть еды в коробке сделана из ткани жертвы объекта. Находка эта, правда, не приблизила фонд к Эрику, зато вещей этого персонажа нашли ещё немало. Например, вот SCP-1248, плеер, обладающий сильным меметическим эффектом на слушающего записи с него. Человек, услышавший на записи чей-либо голос, начинает приобретать черты владельца этого голоса. Или вот SCP-4688, велосипедный шлем подписан Эриком и способный управлять разумом носителя. До того, как он попал в фонд, им владела церковь разбитого бога, и они заставляли носителей писать программы, угодные их механическому божеству. Собственно, из записи Эрика, найденных в шлеме, стало понятно, что в какой-то момент с ним начали общаться люди из ЦРБ. Они попросили сделать его множество таких шлемов для своих тёмных целей. Когда Эрик понял, что его изобретение используют уже не в самых добрых целях, он сообщил о своих странных друзьях в полицию. И, конечно же, вскоре на пороге его дома появились странные люди в строгих костюмах, но на удивление тогда они ничего не нашли. Некоторый прогресс случился, когда в организацию попал дневник Эрика, купленный агентом организации на гаражной распродаже и находящийся теперь в камере SCP-5102. Книжка способна записывать в себя устную речь человека на расстоянии до трёх метров, добавлять в себя новые страницы, а также, похоже, наделена разумом. На страницах объекта в основном записи, адресованные самому Эрику. Книга советует мальчику больше общаться с родителями и не расстраиваться по разным поводам. Также становится понятно, что незадолго до того, как мальчик покинул свои разумные вещи, у него начались проблемы в учёбе. Последний на сегодня найденный артефакт, связанный с Эриком, это SCP-6080. Как-то раз на форуме любителей всего аномального пара Watch, один из пользователей написал, что он купил на eBay проклятую VHS-кассету. Эти события заинтересовали агентов SCP, и они решили наведаться к продавцу этой видеокассеты. Дома у него никого не оказалось, однако в подвале находилась коробка с надписью «Эрик», обладающая сильными аномальными свойствами. Если коробку открыть, в ней окажется коллекция кассет и DVD-дисков с записанными детскими телевизионными шоу и мультфильмами. При каждом новом открытии коробки состав коллекции менялся. Человек, посмотревший кассету, вскоре испытывает то, что ученые фонда назвали событие возвращения, в ходе которого с ним происходит что-то связанное с увиденным на кассете. Какие-то сцены оттуда материализуются в реальной жизни. Событие возвращения может быть как безобидным, так и довольно опасным, в зависимости от сюжета произведения. Фонд выделяет на изучение события возвращения огромные средства. В документах SCP описано множество экспериментов, связанных с ним. Однако другие интересные аспекты объекта остаются без внимания. А ведь коробка способна еще и самостоятельно двигаться, разговаривать, и, как и другие подобные вещи, она хочет, чтобы Эрик вернулся. Из общения с коробкой стало понятно, что Эрик — это мальчик, способный наделять предмет разумом и практически любыми свойствами. И однажды он покинул свое творение. По какой-то причине в фонде SCP решили, что эта информация не такая уж и важная. Из объектов становится как-то понятно, что фонд не очень много узнал об Эрике. Но в SCP, как известно, есть не только объекты, но и рассказы. Из первого же рассказа, который можно найти, мы узнаем, что Эрик, похоже, избежал внимания фонда, потому что он в нем работает. При этом он занимает достаточно высокий пост. Возможно, он даже заседает в Совете О5. И пользуется своим положением, чтобы скрывать информацию о себе. И посещать все те предметы, которые он наделил сознанием. Зная это, становится уже не особо удивительно, почему объекты, связанные с ним, исследуются таким странным образом. Так, чтобы не найти его самого. Но как же ему удалось такое провернуть? Прошлое Эрика окутано туманом неизвестности. Существует даже такая экзотическая версия, что он был ребенком двух сотрудников компании Доктора Развлечудова. Более реалистичная версия говорит, что он был ребенком в очень бедной семье, где царили ссоры и в целом неприятная атмосфера. Поэтому ребенок рос замкнутым и жил своими фантазиями. В детстве Эрик много фантазировал о том, что он знает некие тайные ритуалы, при помощи которых можно делать любые обычные вещи необычными. Но когда мальчик немного подрос, он забросил свои живые предметы, посчитав само их существование только лишь игрой своего воображения. Он начал посещать психолога и жить вроде бы обычной жизнью школьника старшей школы. Но в какой-то момент Эрик заметил, что его маленькие ритуалы из детства на самом деле работают. И работают далеко за пределами его богатой фантазии. Поначалу он не делал ничего особенного, а лишь общался со своими дневниками, а в остальном вел обычную жизнь. Он выбрался из своего одиночества, начал делать небольшой комикс, завел множество друзей, с которыми посещал конкурсы талантов, и на которых даже выступал. На одном из концертов, куда он пришел, с шумной толпой произошло событие, изменившее жизнь Эрика навсегда. Внезапно во время представления Эрик увидел, как один из его друзей висит в петле над сценой, а другие его знакомые режут друг друга и сбивают подручными предметами. Кто хорошо знаком со вселенной SCP, наверное, уже понял, что происходит. Эрик с друзьями пошли на концерт, где ставили ужасную аномальную пьесу, известную фонду как SCP-701. Если не знаете, о чем речь, оставлю ссылку на ролик про Алла Гаду и все с ней связанное в описании. Пока присутствующие под властью эффекта пьесы убивали друг друга, Эрик в ужасе смотрел на сцену. Похоже, только он был способен заметить лишнего актера на ней, посла потустороннего города Алла Гады. Посол, похоже, тоже заметил странного гостя и посмотрел ему прямо в глаза. В следующий раз Эрик очнулся, когда душил одного из своих друзей. Вид умирающего знакомого ненадолго отрезвил его. Однако человек, даже такой необычный, не мог противиться воле посла ужасного города. Хоть он определенно делал это намного лучше других. Когда концертный зал загорелся, Эрик был в трансе и не мог бежать. Его ждала неминуемая гибель, и только вмешательство чего-то по-настоящему потустороннего могло бы спасти его. И такое случилось. Эрика вытащил загадочный человек в сером, известный как никто. Существо, даже не являющееся конкретной личностью, а скорее некой общей идеей, буквально стоящей над миром и самой реальностью. Сам смысл которого в соблюдении вселенского равновесия и баланса. И вот оно вдруг решило, что оно должно не допустить, чтобы Эрик стал очередной жертвой посла Алла Гады и его повелителя повешенного короля. Но почему же Эрик настолько важен? Что было между этим моментом и тем, как Эрик занял высокий пост в фонде SCP? Ответов на эти вопросы просто нет. Однако понятно, что он каким-то образом оказался вовлечен в игры сил, стоящих высоко над миром. Сил по-настоящему древних и непостижимых. И возможно, этой тайне не требуется никакого объяснения. Ведь в этом смысл тайны как таковой. Всем пока!